Пока я сейчас записываю это видео, цена биткоина пробила 200-дневную среднюю скользящую. В прошлый раз, когда мы перешли эту черту в сторону снижения, цена биткоина упала пару дней спустя, вплоть до 3800 долларов. Сейчас же биткоин набирает обороты, и именно сейчас, в момент записи этого видео, огромная зеленая свеча пробила 200-дневную, будто ее и не было. Начался ли бычий рынок на биткоине? Это ли тот булран, которого все ждали перед халвингом? Все это и даже больше в этом видео. Я хочу показать вам очень увлекательные и интересные дебаты Макса Кайзера и Питера Шифа на тему биткоина и золота еще в 2017 году. Как вы, наверное, знаете, Питер Шиф это золотой жук, который не очень верит в биткоин, мягко говоря. Но у него есть на это свои личные причины. Например, торговля золотом на его же сайте Шиф Голд. Макс Кайзер же является не только журналистом и ведущим ТВ-программ, но и трейдером и инвестором. Конечно же, и в биткоин он тоже инвестирует. И он называет биткоин божьим даром для человечества. Так что схватка этих двух что-то вроде гладиаторских боев во времена Древнего Рима. Ну и на этом я говорю, что меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Если вам нравится такой контент, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. Цена биткоина в настоящее время пытается пробиться через 9 тысяч долларов. И честно говоря, пока что этот уровень держится довольно твердо. Но и памп выглядит достаточно солидным. Мы наблюдаем не просто одну свечу, а много-много свечей подряд. И я считаю это достаточно органическим ростом. На часовом графике мы ясно видим, что где-то 20 свечей практически подряд оказались бычьими. Но самым интересным графиком, безусловно, является дневной с 200-дневной средней скользящей. Биткоин торговался ниже 200-дневной скользящей более 50 дней. И как вы, ребята, знаете, некоторые трейдеры классифицируют бычий и медвежьи рынки только если биткоин торгуется выше или ниже 200-дневной скользящей. И теперь, наконец, когда биткоин фактически выше этой 200-дневной скользящей, такие трейдеры называют рынок биткоина бычьим. На самом деле и я бы сказал, что пробитие средней скользящей, ниже которой биткоин топтался почти 2 месяца, это очень серьезный сигнал. И похоже, что это начало бычьего забега в этой ситуации. Это не означает, что мы не увидим коррекции, ведь ничего не растет бесконечно. Также не забывайте, что мы наблюдали чудесный рост с уровня 3800 долларов до тех уровней, на которых мы сейчас находимся. Поэтому не думайте, что начало бычьего забега означает, что откатов больше не будет. Откаты все еще не то, что возможно, они неизбежны. Достаточно взглянуть на бычий рынок 2017 года. Казалось бы, цена биткоина неудержимо растет, каждую неделю она бьет рекорды, а СМИ каждый раз в восторге обсуждают это на телеканалах. Но даже во время такого исторического бычьего забега мы видим множество откатов. И это не какие-то там 5% падения. Это достаточно солидные откаты от 20 до 40%. И каждый раз во время такого отката в средствах массовой информации хоронили биткоин, мол, это конец криптовалюты. Что касается других паттернов, которые стоит упомянуть, то на самом деле там все вполне понятно. Восходящий треугольник тоже пробит вверх, что безусловно хороший сигнал. Также, если мы немного уменьшим масштаб, мы увидим разворотный паттерн, о котором мы уже говорили в прошлом видео. И он называется Bump and Run. Точно такой же паттерн формировался и в декабре 2018, когда дно цикла составляло примерно 3100 долларов. И вот мы снова видим разворотный паттерн Bump and Run сейчас. На самом деле довольно хорошо отыгрывающий. У нас была начальная фаза и у нас была ударная фаза. Ну, обычно нужно, чтобы дно здесь было круглой формы, но пока и так работает. А здесь у нас есть растущая фаза, поэтому пока что паттерн почти идеален. И я очень рад такой динамике. Рад тому, что восходящий треугольник отыграл, что 200-дневная пробита, что паттерн Bump and Run отработал. Но нам еще нужно не только пробить среднюю скользящую, ниже которой мы торговались более 50 дней, но и закрепиться над ней. Значит, очевидно, что цена биткоина должна будет к ней вернуться и попробовать ее на прочность. Итак, сегодня и завтра, исходя из всего вышесказанного, будут очень важные, интересные дни. Если мы взаправду сможем закрепиться выше 200-дневной скользящей средней, потому что, еще раз, если мы просто получаем ложный пробой вверх, а затем откат, то это, конечно же, создаст на рынке медвежье настроение. Но, ребята, как вы знаете, халвинг биткоина будет уже через 12 с чем-то дней. И это само по себе бычье событие, так почему же графиком не расти? Но есть еще один момент. Как вы можете видеть, глобально биткоин двигается в длительном коридоре, начиная с первого халвинга. Интересно заметить, что и перед вторым халвингом цена биткоина выпадала из этого коридора вниз. Возвращение в коридор началось лишь за неделю до халвинга. Возможно, что-то подобное нам придется увидеть и на этот раз. Если это так, то за неделю до халвинга цена биткоина может составлять где-то 9530 долларов за монету. Еще раз, конечно же, если мы тут приблизим, вам, наверное, покажется, что мы слишком долго растем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть недель. И сейчас все ведет к тому, что эта седьмая неделя тоже закроется позитивно. Шесть недель подряд, и все зеленое. Наверное, в какой-то момент просто обязана быть коррекция, но пока что наблюдаем длительный рост, который выглядит довольно здоровым и органическим. По крайней мере, это не свеча Барта Симпсона, как бывает, прикалываются трейдеры. Если что, свеча Барта Симпсона обычно уходит в боковик, долго и нудно там торгуется и заканчивается резким падением. Давайте теперь быстро по объему пробежимся. Судя по отчету о 10 биржах с реальным объемом торгов, сейчас мы говорим о более чем 3 миллиардах долларов объема в биткоинах. Это достаточно внушительно, но не очень-то и много, бывало и побольше. Возвращаясь к часовому графику биткоина, ориентируясь по объему, мы видим, что за последние пару часов он неплохо вырос. Но если уменьшить масштаб, то видно, что это не слишком-то и много. Значит, мы обязательно должны дождаться подтверждения, прежде чем делать новый шаг. Но, ребята, это определенно может быть началом нового бычьего забега. Во второй части этого ролика у меня есть кое-что интересное для вас, не очень эмоциональное. Это дебаты 2017 года, Макс Кайзер против Питера Шифа. Я не хочу комментировать их слишком много, но вот что скажу неожиданно для себя и для вас, наверное, тоже. Питер Шиф в кое-чем все-таки прав. Иногда кажется, что биткоинеры живут в своем собственном выдуманном мире, и я как один из них это прекрасно понимаю. На самом деле, я даже не знаю, озвучивать ли этот отрывок или нет, потому что озвучка все испортит, и вы поймете, когда увидите его. Поэтому, скорее всего, я наложу только субтитры. Впрочем, английский язык там совсем простой, и можно понять даже владея им на школьном уровне. И еще кое-что. Скорее всего, именно так выглядел бы богатейший Ди, если бы выступал на дебатах с Питером Шифом. С этого момента давайте посмотрим отрывок из этой великой схватки. Биткоин является финансовым инструментом в этом смысле. И regardless of the move in the price action, there will be people perceiving it in good value. What is the value proposition of Bitcoin? It fulfills all the four major categories under Aristotle's proposition for good money. What is value? It's the portability, divisibility, fungibility, and scarcity, and desirability. It fulfills all those characteristics. I would debate the scarcity, but it doesn't have any real... Money must be a commodity in and of itself before it's money. This is a commodity. It must have actual use. No, it's not. It is. Okay, so you tell me, what can you do with your Bitcoins right now? Sound. What? I have a Bitcoin debit card. I can go anywhere in the world and buy stuff. No, no, but that's not spending it. That's right. What can you do... Peter, I believe you... I can secure, immutably, for all time in history, data on a blockchain. The Bitcoin blockchain is the biggest blockchain in the world. You don't need a Bitcoin to do that. Every 10 minutes, it's totally verified. Yes, you do. Because otherwise, you have the ability of others to come in and change that database. Databases... You can have any database product and come along and secure data, but it's not immutable and it's not stored. No, it has to have... It's secure because of the technology of proof-of-work technology. It has to have an actual use. Every 10 minutes. Apart from... Securing data is useful. Securing... What data are you securing? Any data that you would want. What data are you securing? Financial data, mortgage data, the proof of birth data... But on your personal... If I have one... My birth certificate, my personal data, my verification of who I am, so I don't need Equifax to sell my data and lose my data and fuck my data. I can have my data on a private key and say, this is me. It's immutable. Every 10 minutes, it's verified. That's who I am. Give me my fucking money. You don't need Bitcoin either. Yes, you do. Because it's the most secure. It's the only secure database that's ever been invented. That's the technology. You fail to understand that it's a new technology that is as profound as the printing press or the electric light bulb. You're comparing it to things that you shouldn't be comparing it to. It makes no sense. You're talking nonsense. Yeah, this is... It's a brand new breakthrough in technology. Your kids are going to be wondering why their dad didn't see the value. They'll be like, dad must have been on drugs. Because you never saw the value. This is... This is a cult of Bitcoin. This is your guru. This is the type of reaction that you're going to get. I mean, you might as well be Sung Young Moon or something. Or, you know, just don't... Может быть, Bitcoin и вправду просто культ. Но я знаю только одну правду. Если бы я не верил в него, я бы не сделал почти четыре сотни видеороликов. Я остановился бы где-то на десятом, поняв, насколько это сложно. И если бы не мой Bitcoin-энтузиазм, я бы уже давно это забросил. Но мне повезло, что я очень сильно верю в Bitcoin и буду идти до самого конца. Меня зовут Богатейший Ди. Зарабатывайте.